Сахар есть практически во всех окружающих нас продуктах, однако это вовсе не значит, что нужно отказываться от фруктов и ягод, питаясь исключительно пресной едой. Во всем должна быть гармония, но что делать, если тяга к сладкому снова и снова заставляет покупать пирожные, тортики и шоколад? Ответ. Менять пищевые привычки. Возможность избавиться от лишних сантиметров в талии – это вовсе не главная причина, по которой стоит отказаться от покупных сладостей. Высокая калорийность продуктов влияет не только на вес, но и на всю работу ЖКТ. Развитие сахарного диабета второго типа. Высокое потребление сахара при инсулино-резистентности провоцирует это заболевание. Вскоре после отказа от большого количества сладкого в рационе вы сможете узнать настоящий вкус продуктов. Чистая кожа. Сладости провоцируют появление акне и других проблем с эпидермисом. Здоровые зубы. Налет на зубах – это, как правило, сахар, который не успел расщепиться и провоцирует появление кариеса. Повышение энергии. Сахар повышает выработку дофамина, но этот эффект кратковременный, а за ним наступает упадок сил. Молочница. Углеводные продукты провоцируют повышение активности грибков. Если вы никак не можете перестать есть шоколад и другие продукты с высоким содержанием сахара, это не признак слабого характера. Если говорить простым языком, то употребление сладостей возвобождает нейротрансмиттеры, дофамин и опиоиды, которые подбивают нас на гормональном уровне есть еще больше вкусенького. Как перестать есть сладкое? Найти свой, разумеется, законный и безопасный способ стимуляции выработки дофамина. Причины употребления большого количества сладостей. Несбалансированное питание. При попытках похудеть, многие люди прибегают к диетам или полноценным голодовкам, что чревато обязательными срывами. Привычка переедать. Некоторые питаются во время какого-то дела и о еде не думают совершенно. Человек просто не замечает, что ест от скуки, а не от реального голода. Активная деятельность мозга, умственная работа требует огромного количества глюкозы. Легче всего ее получить из шоколада или другой покупной сладости. Критические дни. Во время менструации у женщин изменяется гормональный фон, что тоже способствует повышению тяги к сладкому. Регулярные стрессы. Мозг знает, что доза шоколада – быстрый способ получить много дофамина, а значит избавиться от грусти, тревоги или нервного напряжения. ВОЗ рекомендует употреблять не более 10% сахаров, отсуточной нормы калорий. Однако и в этом случае предпочтение стоит отдавать натуральным сладостям, меду, фруктам и сухофруктам, ягодам. Молочный шоколад рекомендуется заменить темным, с высоким содержанием какао. Если от покупных сладостей отказаться тяжело, можно заменить пирожные зефиром. Конечно, это же не диетический и не низкокалорийный продукт, зато в нем нет жиров. Но одной из главных сладостей среди натуральных был и остается мед. Если у вас нет аллергии на этот продукт, им с успехом можно заменить практически весь сахар. Например, употреблять до 50 грамм меда в день. Если же вам тяжело отказаться от вредных сладостей, можно принимать препараты хрома после консультации со специалистом. Составляем график питания. Чтобы было легче отказываться от вредных сладостей в течение дня, продукты с высоким содержанием сахара рекомендуется есть до 3 часов дня. А лучше на завтрак. Это могут быть тосты с маслом и медом, фруктовые каши, мюсли или любой другой любимый продукт. Во время перекуса можно съесть горсть сухофруктов. Протеиновый батончик, натуральный йогурт с ягодами или бананом. На ночь стоит выпить стакан кефира или сделать на его основе зеленый смузи с сельдереем и шпинатом. В итоге график питания может выглядеть примерно таким образом. В 8.00 завтрак, в 12.00 перекус, в 14.00 обед, в 16.00 перекус и в 18.00 ужин. При желании за час-полтора до сна можно поужинать второй раз. Только это должны быть легкие белковые продукты, которые легко усваиваются. Первое и самое главное правило не рубить с плеча. Нельзя одним днем отказаться от всех быстрых углеводов и продуктов с высоким содержанием сахара. Это серьезный стресс для нашего организма. Осознанному отказу от сладости нужно подходить постепенно. Уменьшить порции. Плавно снижать количество употребляемого за день сахара. Например, пить чай не с двумя ложками, а с одной ложкой сахара. Сменить молочный шоколад на темный и ограничиваться несколькими дольками. Не целой плиткой. Больше белков и овощей в рационе. Это обеспечит длительное ощущение сытости, а еще поддержит организм в тонусе. Майонез в салате, кстати, успешно заменяется нежирной сметаной или растительным маслом. Отдать предпочтение медленным углеводам. Так организм будет расходовать энергию постепенно. И главное, сахар в крови не будет подскакивать сразу на 5-10 единиц. Снижаем тягу к сладкому при помощи спорта. Для того, чтобы избавиться от лишних объемов и снизить употребление покупных сладостей, нужно выбирать комплексный подход. Если вы ведете малоподвижный образ жизни, то все это в итоге, скорее всего, скажется на фигуре. А ожирение способно спровоцировать инсулинорезистентность, которая тоже пробуждает тягу к потреблению большого количества сахаров. Чтобы этого избежать, необходимо больше двигаться. Речь идет даже не о тренажерных залах. Ежедневной получасовой зарядки и прогулки будет вполне достаточно. Только для того, чтобы запустить процесс жиросжигания, гулять потребуется не менее получаса в день в среднем темпе. А заниматься домашними тренировками ежедневно. Занятия спортом тоже способствуют выработке дофамина. Так что вместо шоколадки можно пройти, можно просто пробежаться или выполнить несколько упражнений. А еще лучше записаться в тренажерный зал. Какие еще советы дают специалисты по поводу снижения уровня сахара в рационе? Скажите нет сахарозаменителям. Нет данных, что они помогают при похудении и способствуют повышению аппетита. Так что желающим избавиться от лишнего веса, скорее всего, не подходит. Откажитесь от любимой сладости. Отдаете предпочтение молочному шоколаду, вычеркните его из своего рациона или замените темным. Делите порции на еще меньше. Полоску шоколада можно разделить на кусочки и даже их порезать пополам. Так мозг будет считать, что вы съели полноценную единицу шоколада. Принимайте витамины группы В. Они помогают справиться со стрессом. А он, как мы выяснили, одна из причин тяги к сладкому. Но помните, что нужна консультация специалиста. Больше хрома, именно дефицит этого микроэлемента чаще всего оказывается причиной тяги к сладкому. В данном случае также необходимо пообщаться с врачом перед применением. Включите в рацион воду с лимоном. Сахара в этом продукте предостаточно. При этом лимон помогает бороться с лишним весом. Вскоре после отказа от покупных сладостей вы заметите очевидное улучшение в состоянии собственного здоровья. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok